Спрос на вашу продукцию большой. И не только на ваш сегодня. Встречаясь с губернаторами, ведя переговоры от губернатора до президента России, мы очень много говорим о востребованности белорусской продукции. Очень часто из уст, как я в шутку говорю, старшего брата я слышу в последнее время, вот вы молодцы, вы это сохранили, то сохранили, вам это удалось. Так вот я приехал к вам, вы находитесь в роду. Автобусы, микроэлектроника, БелАЗ, на многую продукцию спрос просто бешеный, в том числе на лифты. Вы производите такой продукт, где надо постоянно бороться, конкурировать, никуда не денешься. Поэтому, вот как с губернатором определились, надо наших руководителей, этих вот красных директоров, немножко подкручивать, чтобы у них был государственный подход. Что я имею в виду? Ну, мощности, допустим, у вас еще небольшие есть на тысячу лифтов, но они ограничены. Ну, допустим, я говорю, допустим. Сможете ли вы потянуть такие предприятия, чтобы увеличить объемы производства? Шанс. Окно возможностей открыто. Сегодня молодой руководитель, наш, местный, понимающий, знает, что делать. Тоже посматривайте, чтобы не расслаблялось ваше начальство. И подсказывайте, и где-то по-человечески. Но дисциплина должна быть железобетонная. Никто же не требует ничего лишнего. Ты руководишь холдингом «Лифтмаш», ну и отвечай за него. Вот за завод, за людей. И вот каждый, каждый, вот свое место. В то же время сварщик, монтажники, прочие ребята там, бухгалтера, экономисты. Вы на своем месте, дайте свой результат. Но дисциплина, чтобы была. Потому что отсутствие дисциплины – это провал. Провал – это война. Все начинается с экономики. Все начинается. Возьмите Украину. Там же до специальной военной операции, вы же помните, они уже обрушили экономику. Люди жили в жутких условиях. И потихоньку, потихоньку шли к войне. Почему люди выходят там, Майдан и прочее. Да, их подталкивают, подкармливают. Ну и внутренняя всегда причина должна быть. Надо делать соответствующие выводы и извлекать уроки. За человека никакая власть ничего не сделает. За вас. То, что вы должны сделать, вы должны сделать. Никуда от этого не денетесь. Пожалуйста, ко мне вопросы. Добрый день. Ежегодно повышение тарифов ЖКХ с привычных 5 долларов привязали к половине базовой величины. 5 долларов в эквиваленте это где-то 15 рублей. Половина базовой величины сегодня это 18,5 рублей. Вопрос. Не приведет ли данное извинение к существенному росту тарифов ЖКХ? Спасибо. Ну, опять же, здесь курсовая разница, да. Вчера был доллар там 2,5. Сегодня 3 с небольшим и прочее. Чтобы удерживать курс, надо тратить золотовалютные резервы. А мало ли что будет. Поэтому все сводится к тому, как будем работать, так и будем жить. Я не могу вам, если честно, сказать, что вот мы будем держаться на 15 или 18 рублях. Но то, что компенсировать эти потери, мы должны полтора этих 2-3 рубля в зарплату людям дать. Это точно. Нам надо обязательно потихоньку двигать зарплату. Ну, я думаю, лифтмаш – это не проблема. Но, ребят, вы должны понимать, что вот, допустим, по теплоснабжению тепло, оно вам стоит 20-30% стоимости. Почему мы от этих пяти, как говорят, долларов отошли, привязали к половине базовой величины этой и так далее. Доллар для нас – вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам. Поэтому мы тихонько уходим, уходим и переходим больше на юани, на российские рубли. Нас это устраивает. Будем потихоньку в этом направлении двигаться, но имейте в виду, что я очень отслеживаю тарифы, цены и так далее. Поэтому не переживайте. Если будет тяжело, плечо подставим. Спасибо. Александр Григорьевич, я слышал, вами была поставлена задача до 2025 года обеспечить население сельской местности доступом к широкополосному интернету. Ни для кого не секрет, что нынешняя молодежь очень привязана к интернету. Я сам родом из небольшого города. Какого? Кировск. Из Кировской. Небольшой. Да. И часто бывая на родине, я общаюсь с местными ребятами. В современном мире довольно-таки актуальный вопрос хорошей интернет-связи в небольших городах и селах. Александр Григорьевич, значит ли это, что в ближайшем будущем даже маленькие деревеньки и в маленьких деревеньках появится качественная интернет-связь. Но в Кировске есть? В Кировске есть, да. В Кировске есть. Но на окрестностях где-то она хуже. Ведь это послужит дополнительным стимулом для привлечения молодых работников жить и работать на село. Спасибо. Ну, послужит, наверное, послужит. Все в комплексе. Но если зарплаты там не будет в этих небольших городках, план у нас есть в 2025 году эту тему закрыть. Чтобы у каждого, о ком ты сказал, был широкополосный интернет. Ну, без этого сегодня нельзя. Но, с другой стороны, думаю, меньше будете сидеть в этом интернете, умнее будете. Да, интернет – это великое дело. Но в 2020 году через интернет-революцию хотели совершить, и получился мятеж. И вот через призму того, посмотрите на современность, если бы мы тогда не выстояли, мы бы как страна не существовали. С нами давно разобрались без войны. И уже под Смоленском натовские войска бы стояли. Но от этого уже никуда не деться. Интернет должен быть, и мы людям должны рассказывать, как пользоваться этим интернетом. Потому что великое это дело, но и помойка хорошая. Мы от мира не отстаем. И 2025 год – это приемлемо. Я думаю, что в основном мы сделаем эту работу. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, мы являемся работниками градообразующего предприятия, гордимся им. У нас в Могилеве есть еще одно серьезное предприятие – Могилев Химволокно. Вы в свое время давали поручение проработать вопрос строительства второго азотного комплекса и целлюлозного комбината. Как Вы считаете, возможно ли реализовать эти проекты на Могилевщине в связи с тем, что Могилев исторически сложился как город химиков, имеет кадровый потенциал, производственная мощность, и люди здесь желают и умеют работать? Я не хотел бы Могилев перенасышать вот этим химическим производствами. Но при хороших технологиях, если что-то возможно из этого производства, о котором Вы сказали, перенести на химволокно и там развивать, мы это будем делать. Но химволокно мы утвердили, в свое время я его несколько раз был, утвердили программу переоснащения производственного объединения химволокно. Мощностей хватает, территория большая, надо переоснащаться и производить продукт высокой добавленной стоимости. То есть не просто там, грубо говоря, какую-то пленку произвести и продать, а из этой пленки что-то сделать. Очень надеемся, что новая команда, ребята, модернизацию эту закончат и создадут чистое производство. Что касается названных Вами азота и прочее, я тоже не хотел и в Гродно там строить, прямо на границе, там уже есть один. Но что склонило чашу весов? Там опытные люди, там умеют это делать, поэтому есть старый комбинат, который мы заканчиваем модернизировать и новый практически делать. А через дорогу мы хотели построить дополнительное производство таких же азотных удобрений и другой продукции, которые они производят. То есть там школа, там все это есть. Но я говорю, я не хотел там строить. Я думал, где-нибудь там на севере, в Витебской области надо тоже развивать. Но когда посчитали деньги, оказалось, что там удобнее. Но отдельные, как Вы сказали, химические какие-то волокна и прочее, которые меньше гадости дают людям, мы, конечно, модернизируем химволокно и приспосабливаем под это. Поэтому я не сторонник того, чтобы откуда-то что-то забирать, где будет дешевле и тащить в Могилев. Здесь много предприятий. Им надо дать жизнь. Я думаю, все люди будут заняты, зачем нам здесь лишнее предприятие? Дай Бог, чтобы людей сегодня хватило, когда-то было безработица. А сегодня нам все больше и больше надо людей, потому что рынок требует нашей продукции.